Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня поговорим о мерах по развитию несырьевого экспорта и улучшению экологической ситуации в стране. Перед нами стоит задача создать целостный набор долгосрочных механизмов и инструментов, который, по сути, задаст новые рамки совместной работы бизнеса, государства, общественных организаций в области экологии и развития экспорта. Отмечу, что все меры по этим направлениям должны носить исключительно прикладной характер, и принять их нужно как можно быстрее, без так называемой раскачки. Уже по итогам следующего, 2017 года, мы должны иметь действующую и эффективную систему поддержки несырьевого экспорта и экологических программ, увидеть реальные результаты её работы. В этой связи прошу правительство уделить особое внимание финансовому обеспечению тех инициатив, которые мы сегодня будем обсуждать, а также всех остальных приоритетных проектов, о которых мы тоже с вами многократно говорили. Я прошу министра финансов в ходе нашего совещания отдельно доложить по этому вопросу. Теперь по повестке дня. За последние годы в ряде отраслей российской экономики накуплен значительный, большой и причём нереализованный экспортный потенциал. Прежде всего, имею в виду авто- и авиапром, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение, то, что принято называть производствами с высокой добавленной стоимостью. И развитие этих отраслей может стимулировать целую цепочку смежных производств в тяжёлой, лёгкой промышленности на транспорте. Нужно увеличить сбыт российской промышленной продукции, обеспечить широкий выход отечественных предприятий на внешние рынки. Для этого необходима единая система поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы гибко подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее. Отмечу, что в сентябре на совещании в Туле мы затронули тему гражданского экспорта оборонно-промышленного комплекса. По сравнению с поставками вооружения и военной техники, а это около 14,5 миллиардов долларов в 2015 году, экспорт гражданского сегмента ОПК сегодня практически отсутствует, ну или очень мало. А мы с вами в Туле об этом говорили, и сейчас хочу ещё раз напомнить. Должны понимать, что вот такие масштабные заказы со стороны Министерства обороны, они когда-то, и даже не просто когда-то, а на понятном нам рубеже в таком объёме закончатся. Производственные мощности будут развиты, оборудование новое закуплено, нужно, чтобы всё не простаивало, а работало. По итогам той встречи Минпромтургу было поручено подготовить целый набор мер по наращиванию гражданского экспорта оборонки. Эта работа должна быть завершена к 1 декабря. Тем не менее, просил бы уже сегодня рассказать, что делается в этой сфере, что мы намерены делать в этой сфере. Ещё одно перспективное направление экспорта – продукция сельского хозяйства. В прошлом году поставки российского продовольствия на внешнем рынке превысили 16,2 миллиарда долларов. В текущем году, по оценкам экспертов, этот показатель будет около 17 миллиардов долларов. И это при том, что объём экспорта вооружений, он у нас практически не снижается, 14,5 миллиардов долларов. Вот мы сейчас только с председателем правительства говорили об этом. Безусловно, это в значительной степени ваша заслуга – заслуга правительства России. Нам нужны системные решения, которые позволят российским производителям увеличить объёмы производства и экспорта из хозпродукции и дальше, обеспечить их необходимой инфраструктурой и информацией. Но, разумеется, они проделали колоссальную работу, я имею в виду селян, но поддержка со стороны правительства должна быть обеспечена и на среднесрочную перспективу. Ещё один вопрос, который хотел бы обсудить в рамках экспортной тематики. Опыт ведущих стран мира показывает, что в современной международной торговле всё больший вес приобретают малые и средние предприятия. Мы с вами знаем, какой процент вносятся малые и средние предприятия в экономику развитых стран, какой процент в развивающихся экономиках, какой процент у нас, у нас 21, по-моему, процент, а других там до 90, 85-90 процентов объём малого и среднего бизнеса в экономике. Так что нам ещё есть куда развиваться. В свою очередь, сбыт российской продукции малого и среднего бизнеса, как правило, и ограничен локальными рынками, районами, регионами. Экспортные возможности даже при выпуске качественного, конкурентоспособного товара крайне малы. Нужен механизм, который в масштабах всей страны обеспечил бы поиск и продвижение на внешние рынки продукции малого и среднего бизнеса. Действует сегодня у нас, напомню, 5,8 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассчитываю услышать сегодня и предметные соображения и на эту тему. Теперь по второму вопросу нашей повестки дня. Речь пойдёт об улучшении экологической ситуации. Сегодня в России накоплено около 100 миллиардов тонн бытовых и производственных отходов, которые занимают порядка 4 миллионов гектар. Непростая ситуация и в сфере очистки сточных вод. Лишь 13% из них подвергаются нормативной очистке. Остальное поступает напрямую в водоёмы. Напомню, что в 2017 году объявлен, что 2017 год объявлен в России годом экологии. Понятно, что за год все проблемы в этой сфере, копившиеся десятилетиями, не решить. Однако создать механизм их решений и начать продвигаться к поставленным целям не только возможно, но крайне необходимо. В первую очередь нужно разобраться с накопленными отходами, ликвидировать наиболее крупные залежи мусора, которые в прямом смысле слова отравляют людям жизнь. Не менее важно создать карту мусорных свалок, в особенности незаконных, и привлечь к этой работе общественность. Сделать так, чтобы каждый желающий мог не только сообщать о незаконной свалке, но и обратиться за проведением соответствующей проверки. И, конечно, нужно создать экономические стимулы для увеличения отходов в производственный оборот, добиться того, чтобы перерабатывать отходы было выгоднее, чем сжигать или закапывать, или где-то просто сваливать. Также предлагаю обсудить комплексные меры по очистке рек и водоёмов. Их состояние напрямую влияет на качество питьевой воды, а значит, и на здоровье людей. И в целом считаю важным предпринимать все меры для сохранения природы лучше там, где она сохранилась ещё в первозданном виде, или возвращать её в первозданный вид для будущих поколений, защищать редкие виды животных, уникальные природные объекты. Предлагаю сегодня рассмотреть практические шаги по всем этим направлениям. И в заключение ещё одна тема, которая получила широкий общественный резонанс, имею в виду обращения с бездомными животными, которые являются неотъемлемой частью экосистемы городов. Отсутствие норм и правил в этой сфере чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных выпивающих случаях вливаются и в жестокое бесчеловечное отношение к животным. Насколько знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения. Давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными. Давайте начнём. Слово Евгению Ивановичу Елену. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета. Проектное предложение, которое представляется вашему вниманию, подготовлено Минэкономразвитие совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Российским экспортным центром в рамках приоритетного направления международная кооперация и экспорт. В проектном предложении заложен ориентир на темпы прироста несырьевого, неэнергетического экспорта не менее 7% в год. Это значит, что ожидаемый к концу 2018 года рост составит не менее 15% по сравнению с сегодняшним днём. И по итогам второго этапа – это 2025 год. Объёмы несырьевого экспорта увеличатся почти вдвое. Второй показатель проекта характеризует прирост числа отечественных экспортеров. Мы считаем, что создание комфортных, привлекательных условий для осуществления деятельности в этой области позволит нам достичь прироста числа экспортеров не менее чем на 10% ежегодно. Для достижения заявленных показателей мы выделили три ключевых направления. Во-первых, создание системы поддержки экспорта продукции в тех отраслях, которые уже осуществляют экспортные поставки и имеют значительный потенциал для их расширения. Прежде всего, конечно, мы имеем в виду промышленную продукцию. Опережающий рост планируется достичь за счёт четырёх приоритетных секторов, которые Владимир Владимирович уже назвали. Автомобилестроение, авиастроение, железнодорожное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение. Реализация проекта обеспечит в стоимостных объёмах двукратное увеличение экспорта по приоритетным отраслям к концу 2018 года. А к концу 2025 года мы рассчитываем получить пятикратный рост. Почему мы уверены, что именно в этих секторах мы сможем существенно нарастить экспорт? Во-первых, огромные масштабы рынков этих секторов дают основания говорить о реальных возможностях потеснить конкурентов. Достаточно сказать, что объём только рынка автомобилестроения превышает 2 триллиона долларов в год, и весь российский экспорт не превышает 0,1%. То есть у нас есть огромный потенциал для расширения. Объём рынка авиастроения – 296 миллиардов долларов в год, при этом при нашем достаточно скромном на нём участии. Поэтому у нас есть все основания считать, что у нас есть серьёзные перспективы. Во-вторых, поскольку по качеству и по производственным затратам в этих секторах мы абсолютно конкурентны, экспортный потенциал будет определяться способностью снизить ряд издержек и предложить на рынок лучшую цену. Какие-то издержки, назову наиболее важные из них. Прежде всего, это транспортные затраты, ну, в силу географического нашего расположения, до перспективных рынков. Во-вторых, у нас масштаб производства наших производителей не позволяет обеспечить такое же снижение цены, как у наших конкурентов. Третье, стоимость связанного финансирования, которую мы можем предложить партнёрам, пока у нас выше, чем у наших конкурентов. И, наконец, наиболее чувствительные издержки связаны со входом на рынок, преодолению ввозных таможенных пошлин, носящих заградительный характер. В настоящее время мы наблюдаем нарастание протекционистских настроений. Основным способом разрешения этой задачи является создание различных преференциальных и непреференциальных соглашений, обеспечивающих баланс интересов по доступу продукции обоих договорящихся стран. У нас уже есть позитивный опыт по соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Оно позволит снизить или обнулить совсем ставки ввозных таможенных пошлин на большинство товарных позиций. В настоящее время нами запущен переговорный процесс по заключению соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским и КНР. Ведётся подготовка к запуску переговоров с Израилем. И к концу текущего года мы ожидаем решения о начале работы над аналогичными проектами с Египтом, Индией и Ираном. Но просто заключить соглашение недостаточно. Надо научиться локализовать производство на чужой территории. Поэтому крайне важен и принципиален инфраструктурный проект в Египте, который реализует Мемпромторг. Я не буду останавливаться на проекте. Более подробно о нём расскажет министр промышленности Денис Валентинович Мантов. Отмечу только, что по всему комплексу стимулирующих мер правительством предусмотрено финансирование на 2017 год в объёме 16,5 млрд. рублей. Вторым ключевым направлением проекта является реализация экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Мы ставим задачу обеспечить прирост объёма экспорта не менее 6,5% в стимусном выражении ежегодно. Мы рассчитываем на экспортный потенциал ряда товарных групп, таких как мясо-мясные субпродукты, масло-жировая продукция, зерной продукты переработки, готовые пищевые продукты. Основной задачей по этому направлению является формирование системы поддержки экспорта продукции АПК, которая обеспечит доступ российской сельхозпродукции на зарубежные рынки. Здесь, в первую очередь, мы сконцентрируемся на переформатировании работы Россельхознадзора, который, как мы хорошо знаем, в настоящее время успешно решает задачи по обеспечению ограничения доступа импортной продукции на рынок. Теперь мы предполагаем его переориентировать на работу по вскрытию зарубежных рынков, предоставляющей наибольший интерес для приоритетной продукции. Для решения этой задачи проектом предусмотрены мероприятия, направленные на организацию работы Минсельхоза и Россельхознадзора в части обеспечения аттестационных инспекций и стран импортеров, модернизацию информационных систем обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия для осуществления экспорта. Кроме того, предполагается внедрение специальных мер, учитывающих специфику сектора, направленных на продвижение продукции. Это создание системы комплексного анализа потенциальных зарубежных рынков, это маркетинговая часть, разработка региональных суббрендов, продвижение продукции АПК на зарубежных рынках в рамках знаковых сельскохозяйственных мероприятий. На поддержку экспорта агропромышленной продукции в 2017 году предусмотрено 0,7 миллиардов рублей, поскольку основные меры, они носят такой институциональный характер. Значительные экспортные возможности открываются в связи с появлением принципиально новых рынков. Это плоды грядущей, так называемой, четвертой промышленной революции, либо индустриализации 4.0, по-разному ее называются. И одним из таких рынков является рынок электронной коммерции. Поэтому третьим элементом в контрпроектного предложения включен проект электронная торговля. Проект заключается в формировании экосистем, обеспечивающей вывод, в первую очередь, продукции малых и средних предприятий на экспорт. Более подробно также осветит этот вопрос Денис Валентинович в своем выступлении. Я только скажу, что реализация проекта обеспечит на первом этапе вывод на глобальный онлайн-рынок 300 компаний до 2018 года, и не менее 5000 компаний в 2018-2019 годах. Еще одним важным элементом, на котором я хочу остановиться, проектным предложением является развитие институтов поддержки экспорта. Это прежде всего укрепление российского экспортного центра как ключевого института развития. Мы ставим задачей сформировать уже к 2017 году на базе российского экспортного центра «Единый центр координации и поддержки экспорта», с участием которого будет поддержано не менее почти 30 миллиардов долларов США российского экспорта к концу 2018 года и не менее 40 миллиардов долларов США к концу 2025 года. А это значит, поддержку получат порядка 7,5 тысяч компаний-экспортеров к концу 2018 года и не менее 12 тысяч экспортеров к концу 2025 года. Данные показатели сопоставимы с уровнем поддержки экспортными агентствами в развитых странах. Планируем достичь этого результата через следующими путями. Это расширение мер финансовой поддержки экспортеров в первую очередь. Помимо этого, создание региональной инфраструктуры российского экспортного центра, расширение присутствия экспортного центра в приоритетных странах, ну и, конечно, развитие регуляторной среды. В целом на реализацию мероприятий предусмотрено 16,5 миллиардов рублей. Суммируя все направления проектного предложения, в целом на реализацию заявленных проектов в 2017 году потребуется 33,8 миллиардов рублей. В рамках подготовки поправок к проекту федерального закона о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 год учтены предложения по финансированию соответствующих мероприятий в рамках приоритетного направления. И в заключение. Кроме того, что сказано выше, мы понимаем, что это не исчерпывающий перечень направлений секторов. Серьезный экспортный потенциал есть у отдельных видов услуг. Это образовательные услуги, туристические, транспортные услуги, услуги в области IT. И мы прогнозируем рост экспорта услуг в целом к концу 2018 года не менее чем на 20-25% и к концу 2025 года в два раза. Соответствующие предложения уже конкретные мы порабатываем, и они будут представлены на рассмотрение совета в установленном порядке. Благодарю за внимание. Спасибо. Денис Валентинович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, по направлению международная кооперация экспорт, Минпромторг выступает заказчиком по проектам развития экспортного потенциала высокотехнологичных отраслей и электронной международной торговли. В части программы поддержки экспорта, помимо обозначенных уже отраслей промышленности, на которых планируется сконцентрировать основные усилия, мы ориентируемся на следующий эшелон приоритетов. Это радиоэлектронная промышленность, медицинская техника, нефтегазовое, энергетическое мышленностроение и ряд других направлений. Расставляя приоритеты, мы исходили из трех основных факторов. Первый – это наличие существующих производственных мощностей в отдельной индустрии и способность конкурировать на мировых рынках. Второй – это текущее состояние самих отраслей, а также оценка перспектив роста внутреннего и глобального спроса на эту продукцию. И третий фактор – это мультипликативный эффект для смежных отраслей промышленности. Хотел бы особо отметить, что все предусмотренные проектом меры поддержки мы планируем распространить, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это полностью согласуется с вашим поручением, которое вы дали в Туле. Мы в этом направлении ведем работу для того, чтобы обеспечить диверсификацию предприятия ОПК. И это будет способствовать наращиванию производства гражданской продукции, продукции двойного назначения по примерно 5% ежегодно. По итогам прошлого года предприятия ОПК реализовали гражданскую продукцию в общем объеме на внешний периметр на 112 миллиардов рублей. Это 14% от общего объема производства. Треть этой суммы приходится, в первую очередь, на авиастроение. Только в этом сегменте за счет реализации проекта поддержки экспорта мы рассчитываем к концу 2018 года увеличить объем поставок иностранным покупателям как минимум в три раза. В том числе за счет перехода к продаже жизненного цикла продукции и развития системы послепродажного обслуживания. Это станет основным залогом долгосрочного присутствия на внешних рынках. Сегодня принцип «продал и забыл» в условиях нарастающей глобальной конкуренции, сооружения регуляторных барьеров уже больше не работает. Необходим системный подход, предполагающий и локализацию, организацию совместных центров компетенции, работу в периметрах зон свободной торговли для входа на крупнейшие региональные рынки. Я просто приведу пример. Благодаря подписанному соглашению на зоне свободной торговли с Вьетнамом, у нас как раз сегодня, так совпало, первая уже партия автомобилей «Рено», которые произведены на заводе «Автофрамос» в Москве, находятся в порту Вьетнама. А со следующего года коллеги будут поставлять уже машинокомплекты. Не только для рынка Вьетнама, но и для всей Юго-Восточной Азии, где у Вьетнама выстроены возможности по ЗСТ. Казалось бы, «Рено» – компания иностранная, но данный автомобиль, «Рено» было принято решение полностью снять со всех производственных площадок, которые у них разбросаны по миру, и сконцентрировать в Москве локализацию 70%. Поэтому это российское «Рено» получается. Такой формат мы рассматриваем в качестве стратегического вектора развития несырьевого экспорта. То же самое могу сказать о создании индустриальных зон на территории иностранных государств. В качестве своего рода обкатки этой модели, то, что Евгений Иванович обозначил, это было принято решение, как раз с вами согласованное президентом Египта-Сиси, в части выделения нам в восточной части порта Саида на Суэцком канале 80 гектаров индустриальной зоны. В перспективе они готовы расширить эту зону до 2000 гектар. В этой части мы ведем работу сейчас на межправительственном соглашении, рассчитываем, что в первом квартале эта работа завершится. Для чего? Для того, чтобы обеспечить дополнительные преференции и гарантии нашим производителям, которые будут там размещать свои сборочные производства. Такую практику мы планируем расширять, чтобы двигаться дальше по ключевым страновым хабам. Причем мы к этому процессу привлекаем наших коллег из Евразийского экономического союза. Буквально недавно наговорился об этом с министром промышленности Белоруссии, Казахстана, позавчера с министром экономики Армении, надеясь, что и киргизские коллеги нас поддерживают, для того, чтобы использовать также их потенциал, чтобы вместе выходить на эти рынки. Тогда, собственно, есть основная возможность выполнения тех основных задач – кооперация со странами Евразеса. Что касается электронной международной торговли, то развитие этого направления позволит вовлечь в экспортные потоки малый и средний бизнес, на котором ставят сейчас основной в этой части акцент. Ключевая задача – это обеспечение выхода наших российских поставщиков на крупнейшие мировые площадки электронной коммерции. Для этого предусмотрены следующие меры. Первое – это формирование единой базы российских производителей из числа МСП. Во-вторых, создание на глобальных онлайн-площадках своего рода национальных виртуальных павильонов. В-третьих, это совершенствование регуляторной среды. Это касается, прежде всего, упрощения налогового и таможенного администрирования данной сферы. Реализация этих мер вкупе с консультационной поддержкой предприятий должна обеспечить вывод более 5000 предприятий МСП к концу 2019 года на глобальный онлайн-рынок. Владимир Владимирович, окончательное утверждение наших предложений обеспечит достижение целевого верхнеуровневого индикатора проекта. Просим поддержать наш проектный подход, который согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, благодарю за предоставленное слово. Создание конкурентоспособной системы поддержки несырьевого экспорта является нашей главной задачей в рамках этого приоритетного направления. Система должна способствовать как поддержке действующих экспортеров, так и создавать новый экспорт. На экспортном поле России сегодня в основном работают крупные компании. Мы посмотрели объем экспорта в России на одного экспортера в 5-7 раз больше показателя основных наших конкурентов. При этом доля экспортеров в общем числе компаний, конечно, намного меньше. Поэтому мы считаем, что наибольшим потенциалом в развитии объемов экспорта, изменения его качественной структуры обладают именно компании среднего размера. Имея в виду задачу вывода на внешние рынки именно компании сегмента МСП, российский экспортный центр, который должен стать одним из элементов этой системы, имеет три важные функции. Я их коротко перечислю. Первое – это выполнение роли координатора, что ли, штаба приоритетного направления, потому что мы уже, как мне кажется, де-факто стали площадкой межвеностной координации, ну, конечно, в практическом смысле этого слова, и представляем интересы российских экспортеров. С одной стороны. С другой стороны, мы, как специальный специализированный институт развития в сфере экспорта, должны сконцентрироваться на таких решениях конкретных задач по продвижению интересов российских экспортеров за рубежом. Была отмечена низкая узнаваемость российских товаров за рубежом, российских экспортеров, поэтому одним из важных направлений является формирование внешнеэкономического имиджа нашей страны и активная работа по продвижению брендов наших экспортеров, имея в виду в том числе товары народного потребления. Нам есть, что предоставить на внешние рынки, у нас качественные показатели часто зачастую превосходят показатели наших конкурентов, но наши товары просто не знают. Поэтому мы будем проводить системную работу по присутствию в медиапространствах, интернет-ресурсах на зарубежных рынках, имеем программу по выставочной и ярмарочной деятельности, проведению целевых бизнес-миссий. Российский экспортный центр уже начал работу по созданию за рубежом сети торговых домов, так называемых. Здесь мы хотим обратить внимание, что делаем акцент на практические запросы бизнеса и именно предполагаем финансовое участие того же бизнеса в этих торговых домах, потому что только сам бизнес может комплексно сформировать запрос на экспортные поставки и сформулировать, дать тот уровень качества продукции, который необходим. Здесь рассчитываем на поддержку стороноделовых объединений, ассоциаций бизнеса. И это в том числе будет содействовать в нашем понимании решению вопросов продвижения нашей продукции, лоббизма и решения вопросов, связанных с реализацией этих проектов промышленных и промышленных зон. Уже сейчас мы видим, что вовлечение регионов в создание и развитие экспортной среды требуется перевести на, наверное, более такой значимый уровень. И для субъектов должен появиться отдельный фокус на развитии несырьевого экспорта и как задачи, и как ответственность. Мы свою задачу, такую практическую российский экспортный центр, видим в синхронизации работы профильных региональных структур и стандартов их деятельности. Начали уже пилотно с коллегами из Минпромторга переориентировать территориальные органы Минпромторга именно на работу в экспортном направлении. И отходим от таких базовых решений по выдаче экспортных лицензий и уже предлагаем систему, которая предполагает получение услуг, в том числе государственных услуг и инструментов по поддержке экспорта, именно на местах. Нам очень важно, чтобы каждый конечный потребитель имел возможность получить доступ к тем ресурсам, которые государство уже предоставляет. Если мы говорим о вовлечении в экспортную деятельность предприятий малых и небольших, то, конечно, наблюдаем, констатируем дефицит экспортных компетенций. Для решения этой задачи мы уже в пилотном режиме запустили так называемый образовательный проект, который в очень детальном режиме рассказывает и проводит экспортеров через все этапы экспортной деятельности. В 2016 году мы отработали 13 пилотных регионов, это делается совместно с субъектами Российской Федерации. В 2017 году планируем в этот проект влечь еще 30 регионов. Речь идет об обучении самих предпринимателей и субъектов инфраструктуры, и на каком-то этапе будем работать уже со студентами высших учебных заведений. Я не хотел подробно останавливаться на теме, связанной с продвижением электронной коммерции, об этом было подробно сказано, но мы также хотел доложить, что в пилотном режиме в 2016 году организовали на одной из крупных интернет-площадок наш национальный павильон, брендированный под знаком «Россия», сформировали перечень номенклатуры, которые, в общем, пользуются спросом на этом рынке, но буквально за полтора месяца работы мы видим просто кардинальное повышение интереса к продукции из России, миллионы запросов, десятки тысяч покупки, и также не забываем про медиаконтент, тоже через интернет-ресурсы этим вопросом занимаемся. Видим недостаток аналитической, скажем так, сопровождения экспортной деятельности для компаний, тоже отдельное решение, это создание аналитического экспортного центра в рамках нашей организации, который будет предоставлять информацию о состоянии зарубежных рынков, потенциале российской экспортной продукции, торговых барьерах, вопросах регуляторики. Продолжаем работу по финансовому сопровождению, сформулированы все продукты, необходимые по кредитно-страховой поддержке экспортов, в том числе с использованием специальных программ по субсидированию процентной ставки в целях приведения стоимости наших ресурсов и предложения экспортного в соответствии с международными требованиями и уровнями. И новый большой запрос. Мы сейчас совместно с коллегами из Минэкономразвития и Минпромторга разработали перечень новых функций господдержки, которые требуются полной соответственно международной практики. И российский экспортный центр является что ли агентом в смысле правительства по распределению этого функционала. Это и субсидирование различных видов затрат, сертификация, логистика, амалогация, помощь в компенсации в затрат по патентованию профсидировальной собственности за рубежом и некоторые другие виды работ. К концу года представим на рассмотрение нашу стратегию российского экспортного центра, которая будет полностью коррелироваться с параметрами и приоритетами данного проекта. Спасибо большое за внимание. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Несколько мыслей, которые сформулированы предпринимательским сообществом. Первое, то, что касается экспорта малого и среднего бизнеса. Наибольшая сложность для них, ну одна, наверное, из наибольшей сложностей, это вопрос сертификации продукции на зарубежных рынках. Порой при небольших партиях и широкой номенклатуре это сопоставимо с суммой сделки, на которую претендует то или иное малое предприятие. Предусмотрено в программе, по-моему, 151 миллион рублей на поддержку сертификации, но это будет выделяться предприятиям, которые будут обращаться за этим. С тем, чтобы системно решать этот вопрос, и чтобы у нас появились лаборатории, сертификаты которых признаются за рубежом, и, соответственно, они будут выдаваться всем, кто будет обращаться здесь, на территорию России, нам необходимо, я имею в виду, в России необходимо присоединиться, там есть две организации, одна из них называется Всемирная ассоциация аккредитованных органов по оценке соответствия, и вторая – Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий. Тогда бы у нас появился свой орган по сертификации, признанный на Западе, с помощью которого мы могли бы уже тогда продвигать продукцию на эти рынки. Вторая тема – это тема проведения выставочных мероприятий. Ну, известно, что это один из инструментов, серьезных инструментов продвижения продукции. Тема недешевая для малого и среднего бизнеса, и мы полагаем, что сделать было бы очень неплохо две вещи. Первое – чтобы появился координатор, единый координатор, в принципе, он есть по высокотехнологической продукции, это Минпромторг, определяющий на целый год перечень выставок, в которых предполагается российское участие. Чтобы там появился российский раздел, и тогда, привлекая малые и средние предприятия, которым можно было бы отчасти финансировать их участие, в значительной части они готовы свои средства вкладывать в участие в таких выставках, определять перечень этих выставок и собирать российский раздел, где могут быть представлены не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы этот календарь соответствовал интересам бизнеса, было бы очень неплохо, чтобы был, ну, в данном случае, если мы говорим о Приминпромторге, орган-координирующий, который бы оформировал этот календарь с участием бизнес-сообщества, и не только производителей, но и тех, кто является предпринимателем в области организации проведения выставок. Потому что они лучше всех знают, какие выставки, с какой отдачей работают, какие выставки посещают ради туризма, то есть посмотреть, а какие выставки действительно работают с широким привлечением именно потребителей, и не только на страну, где проводятся, но и на регион в целом. И третье. Мы, ну, в силу просто исторически так сложилось, что система торгово-промышленных палат с советских времен выполняла ряд функций, которые государство делегировало по обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Это сертификаты происхождения, корнета АТА, это признание форс-мажорных обстоятельств, ну и ряд других функций, которые международные третейские разбирательства, которые до сих пор наша палата не только в центре, но и во всех регионах выполняет. Сегодня к нам обращается ряд губернаторов с просьбой представительства РЭЦ, которые сейчас образовываются в регионах, расположить на базе торгово-промышленных палат. Мы, естественно, готовы совместно работать с РЭЦ, мы такую работу ведем, но мы упираемся часто в решении вопросов в том, что не прописана система палат, так как и другие объединения предпринимателей, как институты поддержки предпринимательства. Мне кажется, надо было вот в этом плане, так сказать, доработать нормативную базу с тем, чтобы РЭЦ смог использовать все наработанные уже сегодня инструменты, которые существуют в центре, на местах, в интересах общего дела. Спасибо. Да, пожалуйста, можно сделать это. Легче будет работать. Сейчас, секундочку. Александр Николаевич. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Спасибо, что отметили заслуги, собственно, РЭЦ, на комплекса. На самом деле это действительно не было возможно без той беспрецедентной поддержки, которая реализуется в последние годы. И если по рынку зерна мы отмечаем экспорт порядка 35-40 миллионов тонн, и мы увеличили количество стран, куда мы экспортируем зерно, с 60 за последние два года до 100, то есть практически в два раза. И мы по всему миру практически зерно продаем, и по хорошей цене, хорошего качества. И если по зерну мы практически ограничены количеством, то по мясу, конечно, у нас огромная перспектива. То, о чем здесь уже говорилось. И хочу проинформировать, мы только за последний год на 60% увеличили объем экспорта, то есть 150 тысяч тонн. Начинали с нуля практически. Какие страны? Интересная статистика, допустим, по птице и по синине. Бахрейн, Казахстан, Гонконг, Италия, Сербия, по говядине, Арабские Эмираты, Вьетнам. Переговоры активно ведутся, и практически эти рынки, скорее всего, в 2017 году у нас откроются. Это Китай, это Индонезия, Иран, Сингапур, Япония, Саудовская Аравия, Нигерия. Вы знаете, что сейчас Шувалов Игорь Иванович находится в Сингапуре, и там действительно мы близки к решению вопроса через Сингапур выходить на другие рынки, в том числе и азиатские. Так устроен мир и рынок продаж. И мы вообще ставим задачу, что к 2020 году, то есть через 5 лет, объем экспорта увеличить до миллиона тонн мяса. А значит мы сможем в целом и на зерне, и на мясе, и на мясопродуктах получить за счет экспорта порядка 25 миллиардов долларов. То есть не 15 сегодня, а уже на 10, 11 и больше. И эти перспективы огромны. Вы знаете, что благодаря национальным проектам и той поддержке мы практически по мясу свинины, птицы уже нарастили и снимаем дефицит на 90%. Но задача, раздаются разные голоса о том, что давайте хватит, давайте остановимся и перейдем на другие приоритеты в области сельскохозяйства. Хочу привести пример. Допустим, поголовье в Германии более 40 миллионов свиней. У нас 25. То есть половина поголовья именно сразу выращивается, производится на экспорт заранее. То есть на этом они завозят в сторону валюту, это как у них нефть, газ и так далее. А Дания, 5 миллионов населения, 20 миллионов поголовья. У нас 25 миллионов. Потому что 90% на экспорт. То есть это приток валюты, это развитие. И поэтому нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Мы должны также поддерживать и свиноводство, и увеличивать и до 50 миллионов поголовья. И на этом мы научились, вы знаете, на конвейере, как строить свои свинокомплексы, птицокомплексы. И вот мы сейчас с Дмитрием Владимировичем и на совещании у Дмитрия Анатольевича говорили о том, что нам нужно уже производить свое оборудование. Я хочу проинформировать вас, что свинокомплекс практически на 8% состоит из импортных деталей, материалов, оборудований, насосов, всевозможные прокладочки, резиновые какие-то вещи. То есть это все потенциал огромный для промышленности, который можно делать через дорогу в соседнем городе, производить для наших. Дальше молокозаводы, пивзаводы, мясокомбинаты, группозаводы. Это все оборудование импортное, винзаводы. Это все, к сожалению, и это наше будущее. Поэтому, конечно, огромный потенциал. Но я хочу еще раз напомнить, мы с вами проводили совещание о том, что мешает развивать особенно отрасли свиновоза, так и вообще мясную отрасль в нашей стране, и снижает инвестиционный климат. Конечно, очень плохая эпидемия обстановка, то есть ветеринарная обстановка. Болезни по ОЧС мы практически в десятки раз увеличили количество по всей стране. Это, так сказать, и, конечно, главная беда, это наши, так сказать, дикие кабаны. Кстати, надо, да, должно мы с ним природой, в общем-то, уже нашли консенсус и работаем в этом направлении. Но, безусловно, развитие, огромное развитие лично-пособных хозяйств, которые идут без учета, без ветеринарного контроля, должного и так далее. И поэтому хочу сказать, что если мы этого не сделаем, никакой рынок нас не пустит. Китай говорит, если бы пока не поверить африканскую чуму, мы, так сказать, хотим с вами работать и так далее. Это огромный рынок, все бьются за него, весь мир работает с Китаем и на этом зарабатывает и так далее. Поэтому хочу проинформировать всех присутствующих, что мы начинаем эту огромную работу по вашему поручению. Меры будут, может быть, не очень популярны, но мы должны навести здесь порядок. Нет, вы меня здесь не особенно пристёгивайте, как стрелу Кабанова, давайте сами занимайтесь и согласовывайтесь с Минприродой, ладно? Пожалуйста. Бороться с АЧС нужно, это безусловно, правда. Спасибо, Владимир Владимирович. При моей безграничной любви к сельскому хозяйству я всё-таки переменю тему. Буквально несколько нюансов. Первое. Говорится о поддержке, прежде всего, несырьевого экспорта. Но иногда, с нашей точки зрения, с точки зрения многих коллег, под сырьё заводится очень много разных реально несырьевых товаров. Вот говорилось о сельском хозяйстве, зерно считается у нас сырьевым экспортом. Боюсь, что и мясо будет считаться потом сырьевым экспортом. Удобрение у нас считается сырьевым экспортом, хотя это высокотехнологичный продукт. Трубы даже у нас, как выяснилось совсем недавно, считаются сырьевым товаром, сырьевым экспортом. А это влияет сразу на систему мер поддержки, на доступ к инструментам поддержки, на порядок возмещения НДС, на многие другие вопросы. И нам в ближайшие недели предстоит ещё окончательно разобраться, что мы будем подводить под понятие сырьевого экспорта, а что будет всё-таки считаться не сырьевым экспортом, который будет получать весь набор механизмов поддержки. Вторая тема – это работа за рубежом. Кроме работы торг-престов, локализации отдельных производств, необходимо понимать, что современные товары, технологии требуют сети обслуживания. Это очень важный вопрос и довольно затратный вопрос. Это то, где мы тоже проигрываем, причём по высокотехнологичной продукции, и на это нужно обратить отдельное внимание. Сегодня специальным образом не было акцентировано, поэтому, мне кажется, это важно. Третье – это система регулирования. У нас, кроме создания собственных производств, которые имеют экспортный потенциал, есть хорошие возможности для локализации тех производств, которые сегодня находятся за рубежом, потому что у нас есть определённые преимущества в размещении таких производств. Прежде всего, конечно, с точки зрения цен, ну и качества тоже. Но зачастую мы предъявляем к этим производствам более высокие требования, чем требуют другие страны, в которые мы собираемся экспортировать. Это иногда нерационально абсолютно. Нужно, наоборот, требования облегчать, делать их такими, чтобы они были минимально необходимыми для увеличения экспортных поставок. Наконец, четвёртое – где размещать ориентированные на экспорт производства. При всём желании поддержать существующие уже предприятия, расположенные по разным причинам в разных регионах страны, так была устроена система размещения производства ещё в Советском Союзе, сегодня выгодно размещать производства, которые изначально ориентированы на экспорт в портах или очень близко к ним. И необходимо ориентировать нашу поддержку именно на размещение новых производств рядом с портовой инфраструктурой, чтобы не тратить лишние деньги, и лишние деньги, в том числе и с бюджета, на поддержку экспорта, чтобы доставить железную дорогу или автомобильным транспортом именно около портов. Это не значит, что других не надо совсем поддерживать, но рационально нужно подходить. Терминалы могут быть рядом с железной дорогой, там, где железная дорога способствует вывозу на их. Ну, и хотя бы относительно близко, потому что сегодня, когда мы везём 4 тысячи километров и более из центральных районов страны и в Европу, и на Дальний Восток, получается, что и железная дорога с этим не всегда справляется. Мы должны тогда поддерживать РЖД, чтобы они могли окупать свои затраты, и предприятия несут излишние издержки. И нужно везде, выбирая новые проекты для поддержки, учитывать, изначально это ориентировано на экспорт, или всё-таки есть потенциал внутреннего рынка, который позволит окупить эти затраты. Спасибо. Репик, пожалуйста, Алексей Евгеньевич. Уважаемый Владимир Владимирович, деловая Россия включилась в работу по стратегическому направлению активно, и здесь есть один системный момент. Я вообще считаю, что формирование общественно-деловых советов в приоритетных направлениях это очень хороший инструмент получения обратной связи делового сообщества. Хотел обратить внимание на один момент. Здесь крайне важно, что в целом ряде отраслей, особенно высококонкурентных, на первый план выходит не финансовая поддержка экспортеров, а системные меры по улучшению деловой среды, регуляторной в том числе для экспортеров. Мы вообще хорошо научились уже работать с изменениями в честь создания благоприятной деловой среды. Наши, по-настоящему, можно сказать, чемпионские рывки в doing business – это тому подтверждение, но рейтинг Всемирного банка, он не вполне отражает потребности экспортеров. Поэтому я считаю очень важным то, что российский экспортный центр вместе с ОСИ, Деловой России и Федеральной таможенной службой сейчас подписал соглашение, где мы проводим скрининг операционной деятельности несыривых экспортеров, там выявляются проблемные точки, подводные камни. Мне кажется, вполне достижимым, чтобы на основе этого анализа решение российской компании экспортировать стало рутинным, простым, не требовало таких сложных экспортных компетенций, о которых говорил Петр Михайлович. И вообще, чтобы это решение о выходе на новый рынок было не сложнее, чем принять решение о работе в новой области или в соседнем городе. И тогда мы установим лучшую мировую практику, я считаю, у нас есть для этого все основания. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень плотно работаем и с российским экспортным центром, с Минпромторгом, Минэкономразвития, и должен поблагодарить эти ведомства и Петра Михайловича лично за то, что мы действительно совместно вырабатываем многие схемы и технологии, и, в частности, дальше готовы над механизмом одного окна работать и рядом других проектов. Хотел бы обратить внимание на несколько моментов. Очень хорошо то, что в понятие несырьевого экспорта включены услуги. И действительно, экспорт образовательных услуг, услуг здравоохранения, IT-услуг – это, на мой взгляд, важное и очень перспективное направление. Здесь, безусловно, нужно оценить наши возможности. Но по некоторым направлениям, например, электронная коммерция, о которой много говорилось, мне кажется, недостаточно амбициозные задачи стоят. Предполагается, по-моему, 700 с небольшим миллионов рублей потратить за три года и где-то, по-моему, 2 миллиона транзакций через три года по этой технологии осуществить. Я напомню, Алибаба, известный Владимир Владимирович вам, Джек Мэ, неоднократно встречался с вами, они 140 тысяч транзакций в минуту проводят. Просто надо посмотреть, надо ли нам свои платформы только использовать, либо выходить и на международные электронные торговые площадки. Но, безусловно, здесь перспективы могут быть намного большими. Я хотел бы, Владимир Владимирович, более случаем поддержать позицию Аркадия Владимировича Дворковича. Действительно, наши члены РСПП, многие ставят вопрос о расширении понятия несырьевого экспорта. Аркадий Владимирович перечислил те виды продукции, которые являются высокотехнологичными, но по традиции относятся к сырьевому экспорту. Было бы правильно посмотреть на этот перечень более внимательно. Я думаю, это было бы в интересах не только статистики, мы бы улучшили действительно быстрые показатели, но по существу это помогло бы высокотехнологичные производства поддерживать. Спасибо. Спасибо. Во-первых, у Александра Николаевича сегодня день рождения, 65 лет, и мы все вас сердечно поздравляем. Спасибо большое. А во-вторых, что касается электронной торговли, мы занимаемся этим обсуждением сейчас достаточно плотно. Есть поручения соответствующим ведомствам, правительству в целом, но нам нужно выстроить работу таким образом, чтобы вот эти электронные системы и площадки не нас использовали, а чтобы мы их использовали. Или, во всяком случае, выстроили такую национальную систему, которая могла бы иметь перспективу развития, и сотрудничала, конечно, с коллегами, но в тех рамках, объёмах и в том качестве, которое прежде всего отвечает интересам российского потребителя и развитию российской промышленности. Но мы обязательно будем советоваться с вами, с другими объединениями для того, чтобы принять наиболее оптимальные решения. Так, а сейчас Александр Сергеевич Калинин, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, опора России вместе с Общественной палатой и с Агентством стратегических инициатив проводит национальный конкурс «Бизнес-успех». И вот мы фиксируем, что последние два года интерес к экспорту со стороны микробизнеса, он чрезвычайно растёт. И мы, конечно, благодаря принятию этой программы должны не разочаровать людей как минимум, а как максимум сделать из них успешных бизнесменов. Во-первых, если говорить о программе, мы считаем, что очень правильно, что появляется новая форма поддержки, это компенсация для бизнес-ассоциаций, бизнес-миссий. Потому что рынки находятся достаточно далеко, и то, что сегодня, допустим, по отдельным программам 120 миллионов, а эта программа предусматривает 2,7 миллиарда, это, конечно, позволит нам более качественно вывозить людей за рубеж и более качественно готовить вот такие бизнес-миссии. Тем более там предусмотрено 50 на 50 или около того. То есть мы и свои деньги вкладываем, но получаем по факту компенсации со стороны государства, и это, конечно, мы приветствуем. Следующий момент, что хотелось бы отметить, хотелось бы, чтобы была синхронизированная работа этой программы и обустройство пунктов пропусков Росграницей. Вы провели соответствующее совещание в Оренбурге, и там, естественно, вот этот конкретный пункт пропуска, он будет обустроен. Но ведь таких пропусков достаточно много, и они прежде всего для микробизнеса. И вот если сделать их ревизию и синхронизировать вот эти программы, это, конечно, логистику резко, особенно для микробизнеса, это улучшит. Следующий момент. Здесь говорилось... Давайте это отметим в сегодняшнем решении, обязательно. Это правильно, абсолютно. Благодарю. И ещё один момент. Экспорт, ведь туризм – это тоже экспорт. У нас помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, есть ещё ряд регионов, которые мы включили в программу по туризму, но там туристический сезон, он короткий. Ну, к примеру, там, Хибины или моя родина – Южный Урал. Вот в этот период, если бы была дополнительная компенсация перелётов именно в пределах туристического сезона, то многих иностранных наших коллег бы, может быть, заинтересовал ведь не только отдых в Москве или в Петербурге, они бы с удовольствием полетели и ещё в ряд чудесных регионов нашей страны. Но когда цены на внутренние перевозки, они очень высокие, он, естественно, ценник считает, и он отказывается от полётов внутри страны, и тем мы дополнительные деньги и в регионы не привлекаем. Следайте сначала в Минфин, там обсудите этот вопрос по субсидиям. И ещё один момент касается Дальнего Востока. Там вообще вопрос экспорта – это вопрос всего будущего этого региона. 5 миллионов людей должны экспортировать. Вот если бы начать проработку в ряде этой программы на принципах государственно-частного партнёрства создание логистического центра для продуктов питания, потому что в одиночку бизнесу это не сделать. А если на принципах ГЧП как минимум в 2017 году спроектировать это, то вот это бы, конечно, сподвигло очень многих людей, кто занимается там культурами, аквакультурами и так далее. Они уже понимают, куда они продукцию сначала привезут, а потом будут экспортировать в Китай, в Корею и в другие государства. Очень хорошие идеи, кстати, надо тоже отметить обязательно. Вот смотрите, мы сейчас отмечаем, можно сказать, уже с гордостью и с благодарностью селянам за их работу, отмечаем растущий экспорт сельхозпродукции. Он существенный, но он на чём основан? Он основан на росте производства. Вот совсем недавно, ещё несколько лет назад, когда у нас урожай был 65, 70, 71 миллион тонн, мы говорили, ой-ка, хорошо, мы даже что-то будем закладывать в резервы. Потом у нас 95, 100 в этом году, 117 будет. У нас появился в самой большой в мире экспортный потенциал – 25 миллионов тонн. Растёт, потому что производство. Мы сегодня с вами обсуждаем вопросы поддержки, по сути, речь идёт о высокотехнологичном экспорте, промышленном экспорте. Но для того, чтобы у нас был экспортный потенциал такой продукции, она должна производиться в необходимых объёмах для внутреннего потребления и для экспорта. Вот мы совсем недавно встречались с Алексеем Лениновичем, он мне рассказывал, принёс эти наблюдения за последние несколько лет. У нас объём производства высокотехнологичной продукции растёт очень медленно. И одна из причин заключается в том, что очень много до сих пор бюрократических барьеров на пути производства такой продукции. Экономика невосприимчива, к сожалению, до сих пор к высоким технологиям. Вот, Алексей Вячеславович, несколько слов скажите, пойдём, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы сегодня рассматриваем очень важный проект, и я поддерживаю те проекты, которые сегодня вынесены. Проект по поддержке экспорта, считаю, одним из ключевых. И если говорить о результатах, то они здесь, скорее, должны рассматриваться как пилотные проекты. Вот потенциал вот этих проектов, которые сегодня перечисляются, к 2025 году нарастить примерно на 20 миллиардов долларов. Ту продукцию, по которой мы сейчас говорим, как промышленную, по четырём секторам, так и сельскохозяйственную. Но, чтобы нам развиваться устойчиво и поднять экономический рост до 4% в год, примерно, даже если сделать постепенно, в течение 5-6 лет, то нам нужно, чтобы не сырьевой, не энергетический экспорт рос примерно темпами 6,8% в год, ежегодно, на протяжении длительного периода. В результате нам нужно примерно за 10 лет удвоить объём не энергетического, не сырьевого экспорта. Примерно со 116 миллиардов долларов до примерно 10230. При этом за 20 лет нам нужно довести до примерно 400-450 миллиардов долларов. Только тогда, вот в совокупности всех факторов, мы будем иметь достаточно устойчивый экономический рост. То есть большая часть задачи по экспорту лежит вне перечисленных секторов, а за счёт других видов товаров и услуг, которые, конечно, тоже будут развиваться в силу того, что вот в этом проекте есть и общие регуляторные меры, как раз уменьшение вот этих барьеров по экспорту, доступ к финансам, поддержка кредитная, гарантийная. В этом смысле здесь проект предусматривает эти меры. Но мы должны понимать, что большая часть экспорта будет не в перечисленных секторах, а в других секторах. Мы для них должны дать этот толчок. В последние семь лет, к сожалению, мы утрачивали позиции в несырьевом, неэнергетическом экспорте. Мы достигли некоторого пика в 2012-2013 годах, и затем в силу ряда обстоятельств последних мы потеряли примерно 30 миллиардов долларов этого экспорта. А сейчас мы должны говорить о том, что мы должны существенно идти быстрее и накапливать эти возможности. Должен сказать, что хороший опыт был. У нас в начале нулевых неэнергетический, не сырьевой рос по 20% в год. У нас тогда шел и энергетический сырьевой, но он, оказывается, в силу ряда обстоятельств и модернизации, и создания лучших условий тянул за собой и остальную часть экономики. В этом смысле опыт такой есть. Вопрос, чтобы мы сделали этот тренд наращивания достаточно стабильным. Высокотехнологическая продукция в составе всей нашей сейчас продукции составляет всего 6% экспорта продукции. Всего 19 миллиардов долларов на прошлый год. Это то, что мы точно можем относить к высокотехнологичной продукции. У нас есть несырьевая продукция низкого, среднего и высокого передела. Она больше составляет, конечно, но высокотехнологичная только пока около 19 миллиардов долларов. Вот это как раз тот сектор, который будет наиболее конкурентоспособным и который мы должны существенно расширить в ближайшие годы. В этом смысле здесь задачи у нас такие очень напряженные именно в создании условий для этого сектора продукции. Спасибо. Спасибо. Давайте мы всё это обобщим сегодня. Я попрошу Андрея Ромича оформить соответствующим образом. И будем двигаться дальше. Чем быстрее мы будем реализовывать те планы, о которых мы сегодня говорили, тем больших успехов добьёмся в решении одной из главных задач, которая стоит перед нами – это диверсификация экономики российской, изменение структуры. Давайте ко второму вопросу перейдём. Пожалуйста, Сергей Ефимович Донской. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, как уже говорилось, одной из самых наболевших экологических проблем в России является рост образования отходов. О цифрах тоже было уже сказано, поэтому я перейду сразу к направлениям по решению этой проблемы. Прежде всего, благодаря вашей поддержке, Владимир Владимирович, многих коллег, которые здесь присутствуют, в 2014 году был принят 458 закон, который установил новую систему регулирования в сфере обращения с отходами, а именно формирование в каждом регионе прозрачного механизма сбора, транспортировки и размещения твёрдокоммунальных отходов. Кроме того, этот закон установил обязанность производителей и импортеров товаров самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств или платить за их утилизацию государству. Данный закон в части твёрдых коммунальных отходов должен был заработать в полной мере с 1 января 2017 года, но, к сожалению, сегодня необходимо дополнительное время для подготовки регионов к переходу на новую систему регулирования, а самое главное, необходимое время для мониторинга обоснованности тарифов для населения на вывоз мусора. Учитывая это, это правительством было принято решение о продлении переходного периода до 1 января 2019 года. Вместе с тем считаем, что эта дата должна быть финальной, поэтому в течение 2017-2018 годов законом должна быть установлена дорожная карта, обеспечивающая к 1 января 2019 года переход всех регионов на новую систему. Те же регионы, которые готовы перейти на новую систему раньше, смогут это сделать уже в 2017 году. Сейчас мы формируем перечень таких пилотных регионов, где при поддержке правительства будет осуществлен переход на новую систему сбора, транспортировки и размещения утилизации мусора. Кроме того, у нас уже заработала норма закона об ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров после утраты ими потребительских свойств. Здесь тоже пока только по 8 группам товаров такую установили обязанность. В 2017 году мы планируем собрать более 6 миллиардов рублей в бюджет за счет экологического сбора. Эти средства будут направлены в первую очередь на субсидирование программ в сфере обращения с твердокоммунальными отходами по тем регионам, которые перешли на новую систему. Мы также планируем постепенно увеличить группы товаров, подлежащих утилизации, то есть перейти от 8 групп к большему количеству, и также повысить нормативы утилизации. В результате в будущем за счет экологического сбора мы получим значительные средства на субсидирование региональных программ в сфере обращения с ТКО. Также необходимо консолидировать усилия органов экологического надзора, регионов, органов местного основного управления, граждан, общественных организаций на борьбу с незаконными свалками. Для этого мы в 2017 году планируем ввести в эксплуатацию информационную систему народного контроля за несанкционированными свалками и действиями чиновников всех уровней по их ликвидации. Важно, что каждое поступившее в систему и подтвержденное сообщение должно завершаться конкретными действиями. Эта система в качестве пилота уже заработает на Байкале и ряда других регионов. Ну и очевидно, что помимо образующихся нелегальных свалок есть и накопившиеся проблемы. Это бесхозные бывшие промышленные промплощадки с опасными отходами, а также полигоны, свалки в границе населенных пунктов, которые оказывают негативное влияние на жизнь более 17 миллионов граждан нашей страны. На ближайшие 17-19 годы мы планируем осуществить работы по ликвидации более 20 объектов накопленного в ряда окружающей среды в 20 пилотных регионах. Также мы планируем в течение 2017 года осуществить инвентаризацию и сформировать реестр таких объектов, разделить их по степени воздействия, чтобы начать работать с наиболее опасными. Реализация предполагаемого комплекса мероприятий улучшит экологические условия для проживания 27 миллионов человек и позволит восстановить и ввести в хозяйственный оборот более 1500 гектар загрязненных земель. Вторая задача, которой я тоже хочу остановиться отдельно, это сохранение нетронутых природных территорий. Извините, в сельхозоборот вернуть? В хозяйственный оборот, да. Сколько миллионов? Более 1500 гектар загрязненных земель. Вторая задача, на которой я хочу остановиться отдельно, это сохранение нетронутых природных территорий, редких видов животных, обитающих на них. Считаем, здесь важно создать возможности для граждан увидеть то, что мы сохраняем. Кабаны у нас скоро будут редкие виды животных. Мы договорились уже с министерфозом, как будем работать в этом направлении. Расскажите нам, как. Когда у вас собирались, мы договорились, что будет определён минимальный уровень количества кабанов по территориям, где находится как раз выпас свиней, где разведение свиней будет. Потом зоны, где мы граничим со странами, где достаточно высокая степень АЧС, мы там устанавливаем вообще карантинную зону, где вообще кабанов не будет. Ну и в целом, конечно, упор, как уже было сказано, будет делаться на ветеринарные направления. В современном мире национальных парков активно вовлекается сфера развития экологического туризма. Потенциально наши нацпарки и заповедники, расположенные на площади более 62 миллионов гектар, способны принять более 20 миллионов человек в год. Однако сейчас существующая инфраструктура позволяет привлечь около 2 миллионов человек, это лишь и при этом на только 12% таких территорий. В потенциале это поле для развития малого, среднего бизнеса, возможность привлечения частных инвестиций и новые рабочие места. Всё это вместе работает на формирование широкой поддержки в обществе, идеи сохранения природы. Развитие познавательного туризма на особо охраняемой природной территории потребует прежде всего создание инфраструктуры, речь идёт об экологических тропах, визит-центрах, кордонах. Мы понимаем, что средств государства здесь пока недостаточно, поэтому в течение 2017 года предлагаем разработать, внедрить механизм привлечения частных средств, в том числе на основе конституционных соглашений и иных механизмов государственного частного партнёрства. Внедрение таких механизмов позволит нам в 2018 году реализовать пилотные проекты на особо охраняемых природных территориях, на Байкальской природной территории, на Горном Алтае и на Кавказе. В результате только на этих территориях мы увеличим количество граждан, которые смогут посетить нацпарки и заповедники, до 5 миллионов жителей нашей страны. Развитие сферы познавательного туризма на ОПТ также даст и мультипликативный эффект для развития туризма в соответствующих регионах. Так, реализация пилотных проектов обеспечит создание дополнительных рабочих мест в указанной сфере, например, на Байкальской природной территории, за четыре года будут привлечены к работе в указанной сфере более 37 тысяч человек. Ну и не могу не остановиться на ещё одной экологической проблеме, о которой тоже уже говорили, это состояние наших водных объектов. На сегодняшний день 90% стоков попадающих в водоёмы не проходит достаточной очистки. В результате в течение многих лет загрязнение водных объектов на территории России, в том числе в Волге, Дону, Урала, остаётся стабильно высоким. При этом относительно чистые реки остались только там, где проживает меньшая часть населения страны, это в Сибири и на Дальнем Востоке. Для решения этой проблемы необходимо строить и модернизировать очистные сооружения, добиться кратного снижения поступления водных объектов и загрязнений, обеспечить оздоровление водоёмов и адекватную подготовку питьевой воды. Для этого необходим значительный объём государственного финансирования. Считаем, что его источник можно создать за счёт аккумуляции в бюджете в специальном фонде на указанные цели средств в объёме эквивалентным платежам за сбросы загрязняющих веществ водные объекты. И, уважаемый Владимир Владимирович, прошу поручить нам совместно с Минфином и Минкомразвития проработать возможность создания такого финансового института. Ну и в заключение хочу остановиться на проблеме, о которой тоже говорили и которая вызывает на протяжении многих лет значительный общественный резонанс. Это проблема бездомных животных. Здесь общественный резонанс приобретает в случае жестокого обращения с бездомными животными, растёт недовольство населения в связи с использованием негуманных способов регулирования их численности. Основная причина сложившейся ситуации – это отсутствие в России единой государственной политики и нормативной правовой базы в этой сфере. Ещё в марте 2011 года в первом чтении был принят соответствующий проект федерального закона об ответственном обращении с животными. Владимир Владимирович, считаем, что необходимо доработать его и принять его, а также обеспечить разработку соответствующих нормативных правовых актов и стандартов по содержанию и регулированию численности животных. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, пожалуйста, кто-то хочет высказать один вопрос? Пожалуйста, Сергей Горькович. Уважаемый Владимир Владимирович, я в дополнение к тому, что Сергей Ефимович сейчас говорил, хочу только отметить, что совсем недавно на вашей встрече с Общероссийским народным фронтом тема экологии очень активно и с болью, я бы сказал, поднималась многими выступающими. В России приводились ужасные цифры по количеству свалок, накопленных отходов. Я бы хотел напомнить, что по данным фронтовиков в России на сегодняшний день из только посчитанных 20 тысяч несанкционированных свалок, это из выявленных, что в 4 раза меньше, чем сертифицированных полигонов. В 4 раза больше, чем сертифицированных полигонов. Мне совсем недавно пришлось столкнуться с одной из таких свалок и проводить несколько совещаний. Вы знаете, что мы строим сейчас третью взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево, и вот прямо в створе строительства этой полосы мы натолкнулись на свалку крупную. Сейчас там уже, конечно, давно мусор не выбрасывают, но это накопленный экологический ущерб. И чтобы убрать только эту одну свалку, требуется средство в объеме 1 миллиард 300 миллионов рублей. Мы нашли способ, то, что называется, вскладчину между правительством Московской области, потому что это их земля Минтранса и Минприрода. Эти деньги нашли, не залезая дополнительно в бюджет. Но на этом примере я хочу показать, сколько стоит ликвидация только одной крупной несанкционированной свалки. Ну и вы вспоминали на встрече с фронтовиками, как вам лично приходилось, я тоже помню этот момент, не допускать несанкционированный сброс мусора рядом с аэропортом. Какая угроза для этого, я думаю, всем понятно. Кстати, это у нас и в Петербурге, в Пулково тоже такая угроза остается, и вот в Шереметьево сейчас ликвидируем. Это уже вопрос безопасности. Вторая тема, связанная с мусором, а я считаю, что она одна из самых острых экологических проблем на сегодняшний день, это строительство новых, современных мусороперерабатывающих заводов по самым существующим в мире передовым или наилучшим технологиям. Насколько я знаю, правительством только что принято решение о начале строительства в год экологии в 2017 году. Пяти таких заводов, этим будет заниматься компания Ростехнологии на конституционной основе, четыре в Подмосковье, где самая острая ситуация с мусором, самая острая в стране, потому что одна Москва в год генерирует 20 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Одна Москва. И один завод мы будем строить в Татарстане. И третий момент, который я бы хотел отметить, ничего нельзя сделать без привлечения общественности и неравнодушных граждан, многие из которых высказывают пожелание выйти и благоустроить свой двор, свою улицу, там, в селе навести порядок, мусора у нас хватает везде, если так честно говорить. И я недавно встречался с общероссийским движением школьников. Они создали такое экологическое, ударное, я бы сказал, движение. Мы сделали зелёный патруль, который будет следить за лесовосстановлением и особенно за городскими лесами, которые, помните, мы говорили, они оказались вне вообще каких-либо законодательных норм, их можно безнаказанно уничтожать под строительство, как правило, крупных супермаркетов, торговых центров и так далее в крупных городах. И вот их защищать будем, в том числе с помощью школьников, которые готовы этим заниматься, восстановлением, лесовосстановлением, посадками кустиков, деревьев и так далее. По сточным водам хочу только одно сказать. Мы на следующей неделе проводим уже второй комитет года экологии. Первой темой, естественно, мы выносим мусор, а второй – состояние сточных вод. Помимо того, что сказал Сергей Ефимович, огромный урон сейчас состоянию воды наносят моющие и чистящие средства бытовой химии, которые широко распространяются, и ничего плохого, конечно, в этом нет. Но дело в том, что в России продаваемые чистящие и моющие средства содержат фосфаты. А фосфаты очень плохо влияют на состояние водных ресурсов, потому что очистка от фосфатов даже в тех очистных сооружениях, которых у нас есть, не производится. При этом в мире, в развитых странах, чистящие и моющие средства уже давно производятся без фосфатов. И это можно сделать, и мы об этом будем говорить, потому что это один из ключевых моментов состояния воды. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, теперь Сеуланов Антон Германович о финансовом обеспечении приоритетных проектов. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, бюджетное осигнование на следующий год формировались с учетом паспортов приоритетных проектов. Хочу сказать, что в бюджете на 2017-2019 годы предусмотрено бюджетное осигнование на реализацию 10 приоритетных проектов. Ко второму чтению сейчас подготовлены поправки по перераспределению части зарезервированных в бюджете средств в объеме 104 миллиарда рублей на реализацию приоритетных проектов и общий объем осигнований, который предусмотрен будет в 2017 году на реализацию этих проектов, составит 178,8 миллиарда рублей. В последующие годы объем финансирования будет определяться с учетом паспортов утвержденных приоритетных проектов, хода реализации этих проектов. Необходимые ресурсы в бюджете 2018-2019 годов зарезервированы. Поэтому общий объем финансового обеспечения в 2017 году уже будет непосредственно определён по каждому приоритетному проекту, а в 2018-2019 годов будем определяться в зависимости от хода их реализации. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы к Антону Георгиевичу Пойтову? Нет? Всё. Спасибо большое. Мы продолжим работу с учётом высказанных сегодня замечаний и предложений. Благодарю вас. Спасибо. 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 Продолжение следует...